Музыка Так, ну и сейчас я вам перейду к следующей теме по нашему плану. На этом сегодня заканчивается наше занятие. Это татаро-монгольское нашествие и его культурные и религиозные последствия. Татаро-монгольское нашествие. Которое затормозило развитие нашей страны на 300 лет по сравнению с Европой. Татарское нашествие разбивает мою мечту. Мечта у меня такая. Иногда случалось мне преподавать русскую историю иностранным студентам. И когда, значит, показывала я им карту и задавала им вопрос. Я говорю, вот карта Европы. Сколько там стран? Мы посчитали. 25 стран. А сколько раз эта Европа может поместиться у нас на территории нашей страны? Восемь раз. То есть, как бы, столько там должно быть штатов, государств, губерний, я не знаю, каких-то единиц, которые исторически сложились. Вы знаете, что эти удельные княжества, они в точности совпадают с нашими пониманиями этих губерний, а в наше время областей. Понимаете ли? Потому что те же реки, те же земли, те же, ну, они уже как-то сложились в каком-то единстве, они вот составляют такие образования. И вот простая мысль об этом татарском нашествии у меня разбивает все эти мои такие размышления. У нас ведь фильм вышел «Гибель империи», который написал православный брат наш. «Гибель империи» имеется в виду византийской. И там масса понятий совершенно новых для наших людей. И дискуссия велась на таком низком уровне, что я только диву давалась. Я вам сегодня сообщила всякие вещи, которые как-то никто в соображения не принимал. Почему византийская империя пала. Но там прослеживается мысль, что нам определена роль быть империей. Ну что, Юра? Третий Рим. Ну, до Третьего Рима мы еще дойдем, почему так получилось. Но вы понимаете, что откуда взялась татарская ига? Ведь эти все удельные князья, они же жесточайшие. Убивали друг друга, боролись друг с другом, захватывали. Вся история нашей Древней Руси, вот, она полна. Невинные мученики, любимые у народа, Борис и Глеб, которые пострадали вообще невинно. Просто их убили. Ну, понимаете ли, как будто там ослепили, кого-то там... Откуда татарское нашествие? Потому что один брат пригласил половцев, кочевников, чтобы в помощь себе, чтобы захватить у другого брата. А братья, это же все, семейство это все, это все Рюриковичи. Братья, единокровные. И поэтому татары погналися за половцами и вошли в наши пределы. Они не собирались в наши захватывания. Это все и за половцев получилось, которых один брат против другого брата нанял. У нас есть дивный историк, уникальный, таких больше нету. Его зовут Лев Гумилев. Это сын Анны Ахматовой, который большую часть жизни просидел в лагерях и в тюрьмах. И все время писал диссертации. У него несколько штук диссертации. И довелось мне слушать его лекции. Когда он освободился, ему дали работать в Ленинградском университете, на географическом факультете, на жавочном отделении, на факультативной программе. То есть совсем-совсем с краю, не обязательно. Косвенно. Косвенно. И вот, значит, у него записалось на этот его маленький семинар пять девочек. И весь Ленинград приходил. Была аудитория большая. Там только что на люстрах не сидели. На полу, на подоконниках. Слушали его. И вот мне посчастливилось. Мне дали знать, что он читает лекции. И вот он не начинал лекцию, ждал, пока законные эти девочки не придут. Он их встречал, провожал, на первый ряд сажал. Главное, из-за них-то всё. Ну вот. И знаете что? Он является специалистом по Востоку. Не по самому восточному Востоку. И знаете, что он изучал? Чтобы понять, например, кочевников, тех же татар. Он изучал, когда были дожди и когда было сухо. Потому что когда дожди, это много травы. И поэтому мирно всё тихо, всем хватает. А когда засухо, травы нет. И за пастбищами нужно двигаться в другое место и завоёвывать, и убивать, и захватывать. Представляете? Это же надо. И он прямо составил. И у него вся история в эту географию уложилась. Поэтому у татар, у них свои проблемы, свои интересы. Вот есть фильм «Монголы», я мечтаю посмотреть. Про Хингисхана, да. Ну, понимаете ли, это мало нам всё известное. Это огромное влияние на нас оказывающее. Нам трудно понять это всё. Но Хингисхан, как он добивался полнейшего, абсолютнейшего повиновения? Он выставлял перед своим войском коня любимого. Стреляй. Не стреляют. Он тогда всех этих расстрелял. Кому он велел убивать. Потом ставит жену. Стреляй. И в конце сына наследника. И он добился того, чтобы... Он всех убивал, кто не исполнил его требования. Это опять не укладывается ни в какую голову. Но войско было такое. Движение руки, движение брови, движение ресниц. Полное повиновение. Но он велел не трогать чужих богов. У него был документ ЯСА. Документ законов. Значит, там несколько правил было. Что если сдаются без боя, не трогай никого там. Если сражаются, уничтожь, чтобы там было пустое место. Если в дом к тебе пришли твои враги, пойми, как хозяин добрый, не трогай гостеприимство. Если в церкви, церковь не трогай. Там чужие боги. Неизвестно, как они отреагируют. Поэтому церкви там процветали. Во-первых, потому что он их не трогал. И освобождал от налогов. А во-вторых, потому что церкви стали единственной силой, объединяющей, защищающей, вдохновляющей, утешающей во время татарского нашествия. Это положительную такую роль сыграли именно церкви. Они двинулись на Рязань. Рязанцы сказали, до последнего человека будем сражаться. Ну и сражались до последнего. Уничтожили всех. Сравнялись с землей эту Рязань. Они двинулись на Владимир. Сражаемся. И опять так же. Вы знаете, что, забегая вперед, в Новгороде, чтобы во время этого нашествия, 1237 год нашествия, княжил Александр Невский, который был героем победы над шведами, над немцами, только поэтому его не тронули. Свои. Его бы убили иначе. Потому что он дружил с татарами. И новгородцы не трогали Новгорода. Не жгли его. Не грабили его. Библиотеки сохранились. Грамотность сохранилась. Устройство печевое, такое республиканское. То есть, понимаете, фантастика. Он дружил с татарами. Он даже кровными братьями стал с этим сыном. Он приехал в Золотую Орду и побратался с сыном хана. Порезали себе ладони и пожали друг другу руки, и кровь смешалась. Понимаете ли? Ну, как скажите вам, до последнего или как? Кто тут разумнее проявил? И когда к Александру Невскому явилось посольство из Золотой Орды, а сын сказал, братцы, безоружные, пришли, возьмем, побьем их всех. Случайно узнал об этом отец и сказал, ты с ума сошел. Не смей. Пошел вон отсюда. Не трогай пальцем их. Они у тебя гости. Гости. То есть, ты не отмоешься потом во всю жизнь, если ты гостья. Вы понимаете меня? Вот это пришло на нас. А потом, я скажу вам вещи, которые просто вы нигде не увидите. Я случайно такие книги наблюдаю. Есть такая книга «Четвертая стена». Татары. Брали, убивали мужчин, женщин в полон брали, женились на них. Русская женщина говорит, не могу я с дитем по степи скакать, хата нужна. Ну, хата. На тебе хата. Не хочу с таким грязным жить. Баня нужна. Дитё родилось. Песни русские, язык русский. И где делись татары? Это куда это нашествия все девалось? В Казань. Переварилось. У нас говорят, поскреби русского, поскреби русского. Да. Вы понимаете, какие? А потом я читала ещё истории. Это я читала, правда, переводные, на Западе написанные. Почему-то у нас не пишут об этом. Татары обращались в христианство. Они каялись, принимали крещение. Больше того, их некоторых сынов, их руководителей, князья русские, приголубливали, в Кремле поселяли. И оттуда пойдут у нас Юсуповы, Шереметьевы. Это кто? Татары. Это знатные фамилии. И будут жить во дворце, пока не появится Иван III, при котором кончится татарская ига. Пока не женится он на греческой царевне Слофья Палеолог. Последний. Представительница династии греческой. И жена выглянет в окошко и скажет, а долго я буду видеть татарские рожи здесь. И он тогда хитрый-хитрый, умный-умный, он сделает то, что мы делаем до сих пор, по моему ужасу. Он объявит ремонт в Кремле. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminare.com Я хочу сказать вам, все очень разнообразно, интересно, никак в схему такую не укладывается. И вот эта дружба с этими Золотой Ордой и странные победы, которые оказываются поражениями, странные поражения, которые оказываются победой. Куликова битва. Наших побили. Дмитрия Донского побили. Но это победа. Мы попробовали свои силы против татар. И мы почувствовали, что эти силы есть. Потому что выросло уже какое-то поколение без заказ мистического ужаса перед татарами. Вы понимаете, в народе, в генетике уже, на генетическом уровне ужас. Они налетают, они все хватают, они все грабят, поджигают, исчезают. Исчезают. Ни жен нету, ни детей нету. Это жневье пожгли. Порубили, разбили. Стекла, хата. Ужас. И понимаете ли, при Дмитрии Донском, потому что это будет московский князь, потому что это будет Москва, куда бежала Русь? Куда Киевская Русь бежала при нашествии татар? Она бежала на север, там будет Москва, она бежала на запад, там будет Белоруссия. Понимаете, как и будет западная Украина, а Киев потеряет свое значение, и Киевская Русь на этом закончится. И вот какие-то, вот такие вот вещи. посчитайте-ка, в 1237 году они пришли, в 1480-м они ушли. И ушли так просто, кончилось и все. Как они ушли, это все фантастика. Это было все при Иване Третьем. Пришел хан на берег реки Угры, пришел Иван Третий. Войско стоит против, войско на разных берегах. Постояли, покричали. У татар дела обнаружились, там волнение в Золотой Орде, кто-то там за власть, там борьба идет. И они ушли, и мы ушли, и Игое кончилось. Вы знаете, что? Кто владыка? Вот кто владыка? Вот я все думаю, когда эта империя рухнула, эта империя рухнула. Тут как, кто, чего, автора даже не найдешь. Просто кончилось. Она кончилась. Скажите на милость, кто, кто, кто разрушил наше государство? Я имею в виду СССР. Где, укажите мне, назовите мне. Оно кончилось. Нету. мы можем что угодно делать, то ли обратно объединять, то ли там что. Потому что непонятно. Не отбирал никто. Ну ладно, это много там причин выдвигает, и все, но все, но кто, с чего? Экономические причины, так они всегда были, политические причины всегда были. В общем, понимаете ли, я хочу сказать, вот приходит время, это кончилось. Как они на нас пришли, непонятно почему, они гнали за полусами. И как они от нас ушли, это было тоже совершенно непонятно. так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!